Здравствуйте, дорогие тельцы! У меня предсказание для вас, гадание пророчества о судьбе на март. Приготовьтесь про работу, про деньги и про любовь. Мы спрашиваем. Итак, работа старая, та, которая есть. Работа новая для тельца и проблема с работой или проблема на работе. Старая работа. Ну что ж, карты крупные выпадают, то есть тема работы актуальная и возможны перемены настолько глобальные, что даже и смену работы мы здесь увидим. Посмотрите, начинается всё с нулевого арка. Она – это карта шут. И шут – это человек в движении, человек, который ножку занёс, потому что куда-то собирается. Легко предположить дороги, связанные с работой, например, дальние командировки. И ещё проще здесь напрашивается смена работы или желание её поменять. В любом случае, карта шут просит вас быть по-детски непосредственными, не цепляться за работу старую, надоевшую, например. Карта просит вас шире смотреть на эти вещи и слушать своё сердце. Если сердце тянет вас поменять должность или сферу деятельности, то вполне можете себе это всё позволить. Шут – карта должна вас предупредить очень-очень беспокойно. Поэтому, если вы просто хотите сохранить работу или свой статус, или просто настроение, хотите, чтобы ничего-ничего на работе или в бизнесе не менялось, вот так, наверное, не получится. Потому что земля немного разверзается под ножками, и здесь есть какие-то течения, какие-то тенденции, есть какие-то энергии, которые очень беспокоят и которые буквально куда-то отправляют. Шут – нулевой аркан. Очень по-разному может проигрываться в таком общем раскладе. Для кого-то это дорога буквально к новой завидной должности и какому-то бесконечному карьерному росту. А для кого-то это дорога напротив, в обратную сторону. Отказ от заработанной карьеры, например, отказ от статуса и переход в творчество, в свободную какую-то и так далее. Если вы сейчас ищите новую работу, то она вполне себе найдётся. Причём новая работа выглядит не просто как работа, а как некая карма, которая вас настигает, как некое вот такое событие, неспособное, что ли, вселенной. Видите, карта справедливости. Это не просто работа, а то, что вы в буквальном смысле, с большой буквы, заслужили. То есть новая должность будет очень соответствовать вашему послужному списку, вашим талантам. Ну и, надеюсь, вашим желаниям. Вселенная с вами справедливо обойдётся, направляя вас вот именно в эту компанию, в эту фирму, или давая вам бизнес-занятия какие-то такие. И ведёт справедливость, конечно, нужно заметить и нужно поверить в неё. А также карта справедливости про документы. То есть новая работа, например, буквально связана с оформлением. Вот новая работа, где надо много собирать бумажек. Знаете, бывают такие должности, где, ну вот настолько бюрократически сложно. Много справок, много каких-то копий, документов и прочих вещей. Но всё на самом деле хорошо, старший арканок, то есть большие ставки. Очевидных проблем с работой у тельцов нет. Но всё-таки держите глаз, держите в фокусе людей, которые вам больше всего нравятся, с которыми вы больше всего на работе близки. Потому что именно они, при всей их преданности, при всём их даже благоразумии, при всей их полезности для вас, они как бы источник, если не конфликта, но источник вашей слабости. Знаете, вот вы можете погореть, вы можете потерять лицо именно из-за людей на работе, которым больше всего доверяете, которых вы даже, может быть, называете и друзьями. Видите, вот эта дружеская, очень коллективная карта, десятка кубков. Но всё очень даже неплохо. Прогноз на работу у тельцов. Великолепный. Далее, деньги. Финансовая жизнь тельца. В это время финансовая жизнь тельца. Денежная. Точно так же, пойдём по старой схеме. Деньги старые. Деньги новые. Проблемы с деньгами будут, или нет? Ну, да. Осьмёрка Пентакли. Хорошая, спокойная, денежная карта. Вот то, чем вы зарабатываете деньги, откуда вы их берёте, как вы их тратите. Вот это всё должно остаться в порядке. Вот представьте, какие бы бури не кружили вокруг, какие бы перемены не случились у вас на работе или в любви, вы должны держаться принятой заранее какой-то предопределённой вот этой схемы про свои доходы и расходы. Видите, восьмёрка Пентакли. Хорошая денежная карта. Она описывает регулярное получение денег. Она говорит, что на всё хватит, но при очень разумном потреблении, при очень таком предсказуемом расходовании денег. А ещё восьмёрка Пентакли возможность хорошо вложить, удачно инвестировать деньги. Ну и вообще, обращайтесь с деньгами без риска, и деньги обращаются хорошо с вами. Умеренно позитивный прогноз на деньги, которые есть. Будут ли новые деньги, например, вернут ли вам долг, дадут ли вам выгодный кредит, или, может быть, получите ли вы наследство или какую-то спонсорскую помощь. Это могут быть деньги от каких-то ваших новых бизнес-проектов. В общем, всё, что мы можем назвать новыми деньгами. И здесь хороший прогноз, дорогие тельцы. Да, да, да. Конкретно напротив вас оказывается один человек, которому вот интересно вам помогать, который видит собственную выгоду в этом. С этим человеком важно будет хорошо договориться. Можете рассчитывать на помощь, можете рассчитывать на грамотное бизнес-сотрудничество, и, как следствие, появление каких-то новых капиталов, новых источников доходов. Двойка кубков – это всегда карта очень личная, персонифицированная. То есть ваши новые деньги зависят от одного конкретного лица. То есть никакого собирательного образа, никакой фортуны, никакой случайной судьбы здесь нет. Договоритесь вот с этим конкретным человеком. Тогда будет сделка, тогда получите деньги, тогда заключите бизнес-соглашение, и бизнес ваш заработает. Не договоритесь с этим конкретным человеком – ничего не будет. Понимаете, важна персона. Этот портрет, нужно заметить, громадных проблем с деньгами не будет у тельцов. Однако «семерка жезлов», видите, на ней всегда изображен человек, который палкой какой-то отбивается от нападающих. Ну, предполагаем, что нападающие здесь – это временная нехватка средств. Сколько бы ни было денег у современного человека, нам все равно всегда не хватает. Поэтому, ну, представьте, вот этот «семерка жезлов» – это ваша каждодневная борьба с условной воображаемой бедностью, да. С условным воображаемым, конечно же, каким-то финансовым дефицитом. Карта говорит, что… Ну, покажется, что вы за деньги боретесь. Если вам покажется, что заработки и вообще материальные вопросы – это слишком хлопотно, хлопотно для вас. Но, в целом, пусть так и будет. Наверное, это очень жизненно и по-другому не бывает. Далее любовь. Любовные дела для цветца. Как они обстоят? Пока карты все очень хорошие. Видно, что месяц, знаете, какой насыщенный. Насыщенный. Вот он не пустой. Каждый день есть, что на условных счетиках перекинуть. Засчитать себе какие-то очки, какие-то баллы. Любовь, которая есть. Любовь, которая будет. Или новая любовь. О, это даже слишком. Проблема в любви. Да. Тоже крупная карта. Очень выразительный прогноз. Если у вас сейчас есть уже любимый человек, если вы в браке, ходите на свидание. Вообще, любовная история у вас состоялась. То карта императрица для вас. Это рассвет. Это уверенность. Это очень хорошее ваше положение. Очень правильное, уверенное. Ваши позиции в любовной истории. То есть, ваша значимость вырастает для любимого человека. Для вас, может быть, эта любовная история еще совсем недавно случайна. Но для вас она становится какой-то такой выразительной, значительной. Императрица – ресурсная карта. И она именно открывает горизонт. В отношениях, которые есть, многие заговорят о браке. Карта еще и символ вечной матери, материнства. То есть, это отношения, от которых дети родятся. То есть, известие о рождении ребенка, о беременности, возможно, и так далее. Лучшие карты для гадания, для прогноза о любви даже и не придумаешь. Потому что императрица включает в себя все. И чувственную сторону, и понимание, и дружбу, и поддержку какую-то в любви. Все, все, все. А самое главное императрица – это женщина. То есть, возможность почувствовать себя женщиной. Или сменить какой-то женский статус. Ну, выйти замуж, условно говоря. Хотя там, возможно, тоже вариант. Это любовь, которая есть. А вот новые отношения возможны. И представьте, тоже да. Представьте. Если вы одинокий телец, то колесница – это подстерегающая где-то за ближайшим углом вас. Подстерегающая новое такое вот чувство. Вот-вот готова большая любовь, меняющая жизнь свалиться на вас. И колесница – карта триумфальная, положительная в таких гаданиях. Но очень-очень многослойная. Она говорит, например, о том, что любовная история, вот рожденная для телца в марте, может оказаться, ну, очень страстной, очень выразительной, захватывающей. И при этом ужасно неустойчивой. Это, знаете, колесница – это может быть яркий-прияркий роман, но совсем короткий. Продолжительностью в неделю или в один лишь месяц. Сокрушаться об этом нельзя. Мы знаем, что любовь и счастье в любви днями, неделями, годами не измеряется. Время не властно в таких делах. Все равно откройте ваше сердце. Все равно, даже если это короткий будет роман, это пусть будет, это наполнит вашу жизнь впечатлениями, даст там пищу для мемуаров. Но шанс очень-очень сильно влюбиться до потери головы. Что может быть интереснее, что может быть увлекательнее. Проблема в любви, вот представьте, тоже есть. И здесь-то как раз самая уместная башня, разрушение, комнец, эта карта говорит. То есть вот представьте, на фоне таких бурь, таких ярких переживаний, этих перемен, завоеваний и всего-всего-всего, есть риск, что отношения прекратятся. Никакого противоречия в этом прогнозе, представьте себе, нет. Многие любовные истории прекращаются, ну, вы знаете, прекращаются тогда, когда этого никто не ждет. То есть немедленно истекают, пересыхают, как русло заброшенное в речке, да. Вот. А одним днем. Почему? Ну, не знаю, здесь тоже возможны варианты. Никаких советов башня вам не дает. То есть есть опасности в любви, да. Есть риск, что одним днем закончится ваша любовь, закончится ваш роман. Может быть, многолетний даже. Но остановить это нельзя, предупредить, избежать этого никак нельзя. Это все можно принять только как должно, только когда. Такой вот насыщенный, яркий, энергичный прогноз получает Тельцы на март. Спасибо, что вы со мной. Увидимся.